девочки всем привет сегодня 24 декабря девочки где зима скажите мне у кого она завтра среди утренник точно точно джинсы на джинсы пуговицу что-то спугается делать короче а времени у нас 10 минут 12 минут 1 я уже помыла полы сходила в душ сейчас буду завтракать девочки что буду завтракать заварила себе чай в лёшину чашку а знаете почему потому что все время хотела бы пора попробовать из нее попить но он такая устойчивая кстати ну поустойчивее чем моя моя она вот такая покрасивее чем его хотя мне его тоже нравится но мне кажется она какая-то не особо устойчивая прямо под поставил прям конкретно знаете и у меня будет два вот таких бутерброда хлеб сыр и масло сыр колбасный я его сушу я его как бы не люблю свежий он у меня лежит так подсохнет и я его потом видите режу он не отрезкается и вот такая вафелька у нас какой-то карамелью внутри вкусно это лишь вчера покупал мальчишкам так девчонки что я делаю что я делаю написала список завтра магнит косметик скидка 20 процентов или 25 20 процентов в общем нужна детская зубная паста средства для подмывания мальчишкам крем для рук мне для лица прошу губки для посуды пишу от чая вот эти вот штучки режу ночью бумагу могу выбрасывать нет зато удобно в сумку положила нормально вот параллельно что я девочки делаю сейчас раз поставлю покажу чем я занимаюсь параллельно девчонки отвечаю на комментарии выложила видео про расслабление кладовки ну много всяких разных мнений вот сейчас она что-то ответила сейчас буду дальше отвечать девочки то что я оставил какие-то там тряпки нам пойдет на дачу почему на дачу потому что из нее почему почему не выбросал что потом не покупать знаете намочил полотенчика вытер руки у нас там воды нет проточный потом мальчишки что-то испачкали вообще ну куча куча тряпок уходила вот в этом году хотя учесть то что мы короче очень редко ездили вот тоже оксана поверь сдачи этот хлам гораздо сложнее выбрасывать так я на дачу хлам не повезу зачем я повезу тряпочки ну то что запланировала блин и мы перед пасхой здесь еще раз расхламимся и на даче когда сезон настанет тоже расхламимся девочки все будет нормально не будет никакого хлама будет все только нужно хлам я выбрасываю не жалею так надо будет сейчас на это на все ответить а мне блин бежать надо нужно бежать пункт выдачи мне ехать надо даже не бежать а ехать слушайте да что еще делаю девчонки с этой комнаты с детской прямо у меня уже крыша едет я же все распланировала запланировала так у меня здесь двадцать пять тысяч вкладок открыто еще похожее что-то похожее допустим ну как-то примерно да я хочу оформить там одну стену картинками или фотографиями не знаю а вторую стену не хочу оформлять никак потому что вот как раз где будет кровать стать фиолетовую стену девочки да она стала белой у нас диафильмы есть которые вот мои мои диафильмы помните старые диафильмы правильно называют в кладовке кстати но я знаю что есть поэтому я там увидела чтобы на этой стене можно было смотреть им спокойно и в общем я смотрю что мне не хочется сильно загромождать комнату смотрю везде девочки везде вот мне понравился вот такой вариант у нас там сверху висят светильники три светильника но не вот такие вот плоские а со стекляшечками сверху то есть можно туда что-то повесить вот мне понравились вот эти овечки овечки ли не овечки барашки ну как бы как что-то да а еще совсем недавно как раз когда выложила room tour комнаты нашей мне попало вот это вот видео в рекомендованных и я зашла его посмотреть смотрите как прикольно вот как раз детская комната блин у них там так круто вообще в общем вот эти вот облака они сделаны из картона просто из картона на леске я так поняла висят и покрашены в белый цвет и вот если повесить там ну что что в белом может быть в голубенький покрасить но неважно суть в том что будет висеть при движении или там будут дуть не идут ну главное что они будут двигаться прикольно и они в принципе мешать не будут а с другой стороны просто для интерьера в любой момент можно снять в общем бюджетный такой вариант короче говоря посмотрев room tour я стала смотреть дальнейшем их канал почему потому что ребята классные с хорошим чувством юмора показывают свою реальную жизнь это папа эрнст мама татьяна дочь вика ей 5 лет и сыночек максим ему полтора года они любят путешествовать по несколько месяцев живут за границей с детьми и без детей в общем с чувством юмора у них вообще проблем нет татьяна у нее вообще смех заразительный это просто надо видеть и слышать на днях смотрела историю их знакомства они 17 лет вместе семнадцать 14 из которых они в браке вот знаете мало того я всю дорогу улыбалась на правда там и прослезилась но так классно они видео сняли они показывали не фотографии из прошлого а видео представляете там как они познакомились в общежитии там ну такие моменты как они вот представляете 17 лет назад какие они были блин так прикольно у них каждое видео с юмором реально с юмором вот это дорогого стоит потому что никакой бытовухи там нет никакой расхламление никакой уборки вот понимаете вот я реально ложусь кровать каждый вечер ими серьезно смотрите пример покажу я такой же лохматок красивый вот люди подумают что я вот ради этого ну как бы что я такой весь нескромный и самолюбивый и самовырубленный а я на самом деле не такой а я не такой я не такой это скорее от нервов я стесняюсь сниматься на камеру и от нервов начинаю говорить так как поедем прямо или или ну прикольно ну прикольно Ну, в общем, представляете, спустя 17 лет сохранить такие тёплые дружеские отношения. Блин, я вот завидую. Молодцы, ребята. Девчонки, не пожалеете. Переходите, посмотрите, подписывайтесь. Реально рекомендую. Знаете, что я фигню не рекомендую, но ребята классные. Ссылочка будет внизу в описании под видео. Девочки, я в пути. У нас на улице тепло, но идёт какая-то мрозь. Мрозь, слышите? Это как у меня Лёша спросил на днях. Как на улице? Я говорю мрозь. Такого слова нет. Да блин, что я не знаю, что такого слова нет. У Галусяна есть, а у меня что нет? Талончик выбросил. Сейчас я ехала в автобусе. Вот останавливается до маршрутки вот на таком расстоянии. И маршрутку-то ещё не тронулась, а он уже трогается. Господи, у меня сердце замирало. А, кстати, это у нас какая-то детская больница. Ну, мы к ней не относимся. Две остановки я проехала. Я забыла, что, короче, здесь, в принципе, дойти можно. Но это, знаете, это называется то, что когда никуда долго не ездишь, забываешь, блин, далеко это или близко. Мне Лёша объяснил, куда нужно идти. Вот там через дорогу, он говорит, шестая школа. Это улица Воронина, кстати. У нас здесь... Вон там красная, это шестая школа. Ну, типа шестая. Вот это санэпидемстанция. Вот. Дальше там, ну, короче, некрасиво, я сейчас даже показываю. Пасмурно. А, нет, это не санэпидемстанция. Санэпидемстанция, девочки. Вот в эти ворота надо туда заходить. Там можно сдать анализы. А это седьмая горбольница. Ну, там ещё корпус поликлиники есть. Вот. И что я говорю? Лёша сказал, шестая школа, я говорю, нет, это лицей какой-то. Он, нет, мне школа, но он Иванова хорошо знает. А я вообще ничего не знаю. Так, девчонки, знаете, зачем иду вообще? За кастрюлями. Я заказала себе кастрюли. Вы, рука трясутся. А знаете, что, не рука трясётся, а ноги. Ну, топы. И поэтому так получается. Заказала, короче, себе кастрюли. Сейчас придём. Вместе с вами домой посмотрим их. Не знаю, девчонки, не знаю, что за кастрюли, как, чего. По вашим рекомендациям. Улица Воронина. Да, кстати, улица Воронина. Мрозь на улице. Реально. Где вообще? Он сказал, напротив школы. Я уже к школе подошла. А там СДЭК. Не пункт твой, да сейчас СДЭК. Народ так много. Детей много. Машин много. Господи. Я на дядю не смотрела. А дядя вам помахал. Но только он не видит, что я-то в эту сторону снимаю себя. У меня же нога подскочила. Но он махать начал. Я думала, он замахнулся. Понимаете? Вообще. Не нашла помаду свою, которая с его внюд. Привет. Здравствуйте. Это Ислам. Это моя подружка и сыносик. Маша, привет, передавай. Ты со школы? Да. Она не работает? Работает сегодня? А я в Москве. Ясно. А ты один, что ли? Ну да, ты уже большой. Ну давай, Маша, привет, передавай. Пока. Вот. Мои подружки. Она как раз на каком-то прямом эфире была у меня. А так она не посещает. Не видео, наверное, не смотрит. Не знаю. И пишет. Пупсик, привет. Привет. Одна она меня пупсиком называет. Как-нибудь сходим, кстати, к ней в гости. Они из двушки Брежневки сделали трешку. Мебель у них такая миниатюрная сейчас стоит. Господи, где этот ДЭК, девчонки? Не понимаю. Я смотрю, школа там написана или лицей. Не вижу. Далеко не видно. Так. Короче, буду искать. Вот лицей или школа. Видите? Короче, пошла. Ортопедический салон. Не знаю, наверное, спрашивать придется. Он мне сказал напротив. А номера дома я, кстати, не знаю. Надо смс-ку посмотреть. Девочки, я уже дома. Вы знаете что? Сейчас по пути зашла. Купила кое-какие продукты. В общем, лимон, рис. Рис 69 рублей. Ой, 69. Не знаю, почему 9. 60 рублей 90 копеек. Вот такой вот рис. Свеклу купила сейчас. Буду больше варить. Сгущёнку хочу сегодня блинчики испечь. Может быть, оладьи. Но у меня там, наверное, мало кефира. В прошлый раз брала рогачёву сгущёнку. Помните, я вам показывала? Она была как варёная. Она прям была густая-густая. И мне сейчас девочка посоветовала... Ну, она сама причём говорит, а что ты вологодскую не возьмёшь? Короче, вот так выглядит. Типа, она вкуснее. Не знаю, ни разу не брала, девочек. Попробуем. Так. Что ещё я купила? Купила 2 яблока. Потому что я была в нашем магазине. Они по 60 с чем-то рублей. Вот, мальчишкам, на вечер. Один окорочок. В принципе, как обычно. И... Зато лука набрала. Ну, в общем, только вот такой вот. Лук был 4 штуки. И, в общем, сейчас посмотрим с вами кастрюли. Всё. Села. Блин, так темно. Слушайте, это я... Ролан и что разокрыла, блин, темень, да? В комнате. Свет не включила. Слушайте, кастрюли. Выбирала по вашим рекомендациям. Выбирала долго. Помните... Ну, неважно. Короче, вы мне давали, как раз я вас спросила, какие кастрюли выбрать. Вы мне какие только не писали. И вот 3 человека написали вот про этого производителя. Я, конечно, мониторила, мониторила, смотрела, смотрела. В общем, цена бюджетная по сравнению с теми, что вы предлагали. Там, Цептер мне предлагали. Что-то ещё. Ну, в общем, я выбрала проверенного производителя, потому что мне девочки в личку писали. И одна даже написала, что у неё вся семья работала... Это Челябинский, что ли? Кастрюльный завод, фабрика. Ну, я сильно не вникала, на самом деле. Поэтому я ничего особо не знаю. Но, в общем, суть в том, что у них там вся семья работала на этом заводе. И все пользуются этими кастрюлями, что они уже служат много-много лет. И поэтому я смело... Ну, и Алёше показала, Алёше тоже смотрела. В общем, мы выбрали, не знаю, что мы выбрали, девочки. Будем тестировать, смотреть. Пока никаких рекомендаций давать не буду, ничего не буду. Только покажу. Вот, как открыть-то. Только покажу. И сейчас прямо в общем в ней будем варить суп. Борщ. Я буду больше варить? А, слушайте, это сковорода. Я выбрала сковороду, потому что у нас две сковородки. И они вы видели, в каком состоянии. Так, посуда из нержавеющей стали. Коррозионостойкой. Коррозионостойкая. Коррозионостойкая. Вот. Это производитель АМЕР. Вот так вот выглядит. Девчонки, ссылочку, кому интересно, оставлю внизу в описании под видео. Посмотрите сами. Потому что я сильной информации не изучала никакую. Вот по отзывам. Девчонки некоторые, вот я говорю, в ВК, ну, в ВК, да. Прислали мне фотографии этой посуды. Сказали, что вообще очень нравится. Служит долго. Поэтому сейчас я посмотрю, что здесь. Так. Крышка. Крышка. Крышка я, в принципе, она хотела, чтобы она была стеклянная. Я так привыкла, что... Ой, такая ручка, смотрите, прикольная. Интересно, она нагреваться будет. Посмотрим. С отверстием крышка. Диаметр, наверное, не знаю какой. Надежная, долговечная, безопасная для здоровья, неприхотливая в использовании, простая в уходе, изящная и лаконичная. Очень замечательная для электроплит, для газовых, керамика. В посудомоечной машине можно мыть. Это просто у меня значок. Непонятно, у меня же посудомойки нету. Вот. А я так понимаю, что в конвекторной еще есть плиты, да? Нельзя, наверное. Да, ничего не написано здесь. В общем. Вот. И паспорт ее. Да, Челябинская область. Город Аша. Пляша. В общем. И вот такая вот сковородка. Прямо, слушайте, ну прикольная. Интересно, подтеки. Ничем не пахнет. Сталью тоже не пахнет. Тут какое-то двойное дно. Ну, я говорю, надо посмотреть. Типа, хорошее. Леша меня тоже выбирал, смотрел. Я дизайн смотрела, а он уже... Ручки пру... Пру... Прутиковые. Пру... Как не знаю, как они называются. В общем, вот такие вот ручки. Ну, слушайте, такая тяжеленькая. Я вот сейчас буду пережарку делать на этой сковородке. И... А сковородка на 2 литра. Объем. И посмотрим. И сегодня я хочу вот оладушки испечь или блинчики тоже попробую на ней испечь. Давайте посмотрим. Посмотрим. Кастрюлю. Кастрюлю на 3 литра взяла. Потому что самый ходовой... Причем сейчас, вы знаете как, я варю... Готовлю есть только для себя по большому счету, потому что... Да потому что. Потому что все в саду, на работе. Леша не всегда берет. Или берет второе в основном. Ну, как-то так. Так, здесь крышка металлическая. Но мне просто хотелось, чтобы это был похож комплект. Видите, ручки тоже они такие же. А уж крышка как бы... Было не принципиально для кастрюли. Но, в общем, металлическая крышка. И она на 2 литра. Тут тоже... Ой. Сейчас я ее покоцаю. Такое вот дно. Тяжелое. И она внутри такая-такая хорошенькая. Вот. А на 5 литров у меня кастрюли есть. Вот. У нас магазин возле дома. Я все хотела в него вас привезти, показать. Там кастрюля двухлитровая 1300. Ну, вот примерно вот такая вот. И еще какая-то тоже подороже. Ну, слушайте, ну там китайские они. Кастрюли. А это российская. По крайней мере, здесь и гарантия, и все. Только я единственная... А, вот знаете что? Я же раньше была скептически, ну, настроена против интернет-магазинов. Но сейчас поняла, что там реально дешевле. Ну, потому что аренду не платят. В общем, очень выгодно реально получается. Я смотрела просто купить в Иваново, да, и в интернет-магазинах цены отличаются. Поэтому вот. Все. Сейчас будем варить как раз вот такую вот кастрюльку. Мне и Леше. Эти не будут есть на неделе. Первая, поэтому... Поэтому так. Девочки, все закипает. Я вам, знаете, что не показала? Я купила вот такую вот еще ложку. 100 с копейками она стоит. Помните, я свою алюминиевую чистила? Чистила? И почистила, что я ее выбросила. Она шершавая вся стала. А это вот она металлическая вот такая вот. И суть в том, что я думала, что она ложечка-ложечка, девочки. Она вон какая. И вот так вот загнутая. И, в общем, это специальная ложка для снятия пены. Я как увидела, сразу поняла. Мне надо. Но, вы понимаете... Сейчас я сделаю потише. Вот она сейчас закипела. Пены никакой не было. Это может быть вообще связано как-то с кастрюлей, девочки? Я вот просто не очень понимаю. Ну вот, что вы сейчас видели, то и было. Как бы пенки, по большому счету, никакой не было. Обычно я много пены снимаю. Крышка. Нагревается вот эта штука. Ну, за что держаться. Но мне не привыкать, потому что в моей предыдущей голубой кастрюле я тоже пользовалась прихваткой. Почистила, пока закипала все это дело. Почистила. Луковицу, девочки, стала маленькой. В два раза меньше, потому что она вот начала вот тут портиться уже. Я повырезала. Елена Александровна лаврушечку. Сейчас буду использовать только одну. Ну, помыл этот листик весь. Но он такой большой оказался. Понимаете, вот. Ну, реально большой. Я пополам его разорвала. И картошка с морковкой. И вот первый раз сейчас приготовлю. Вот картошку сварю вот так. И потом помну. Чтобы типа вкуснее и типа погуще. Но как-то по-другому. Ни разу так не готовила. Сейчас попробуем. Так, пусть у меня здесь все варится. Здесь крышку можно... Вот смотрите, вот я сейчас закрыла крышкой, да. Но она как бы немножечко ездит, скажем так. Но вот так вот замечательно, что здесь щель. Вот щель, пар выходит. То есть отверстия никакого нет. А так вот она ровненько стоит. Ну, как бы нормально. Ничего пока не могу сказать. Но мне почему-то показалось, что вода быстро нагрелась. Опять же, может быть, показалось. Ничего не скажу. Мне не с чем сравнивать, пока вот буду тестировать. Поэтому вот. А ложка-то мне как бы это нравится. Единственное, что она такая большая. Ну, блин, прикольная. Вот стопенка. Представляете, то, что я сейчас при вас сняла. Девочки, у меня процесс полным ходом. Вы знаете, что хотела спросить? Кто знает, можно ли мешать, ну, железной лопаткой, ложкой, к примеру, да. Мне просто интересно. И, что я заметила, что ручки не нагреваются. То есть они чуть теплые. Что вот в сковородке, ну, спокойно можно переставить. Что в кастрюле. Кстати, в кастрюле даже менее горячая. Здесь у меня уже картошка. Надо потихоньку сделать. Курица остывает. И, кстати, девочки, я сегодня буду с томатной пастой больше варить. Почему? Потому что она есть. Потому что ее купил Леша. Помните, несколько дней назад я вспоминала, что он готовил. Ну и что он тут использовал для нее? Ну, короче, я не вспомнила, что он готовил на самом деле. Не помню. Вот. Сейчас положу две столовые ложки. На самом деле она такая покраснее, чем здесь. Семейные секреты. Не знаю, состав не читала. Он такую купил. Ну, наверное, хватит, да? И свеклу почистила. Она же большая была. В общем, вот половина осталась. Сейчас я ее в пакетик и в морозилку. Только потом бы не забыть, что она у меня отсоединит. Сейчас прям две минутки, она у меня потухнет с томатной пастой. Я накрою крышечкой. Прям капну бульончиком, потому что я сковородку еще не знаю. Не знаю, не подгорит ли. Ну, реально не знаю. Ну, реально не знаю. Слышите, девчонки? Мы все сами сейчас первый раз готовим. Вот. Короче. Единственное, что, видите, гремит. Другая у меня не гремела. Ну, в общем, ничего страшного, я думаю. Поменьше огонь, а то мне наткнут. А, девочки, а что я здесь делаю? Короче, вот такую вот штору я повешу мальчикам в комнату. Сейчас, вот когда будут новогодние праздники. Чтобы не было, а то будут гирлянды, елочки, еще плюс собаки. Вот такую вот. Мне ее нужно обрезать по длине. И я ее, помните, я покупала вот эту вот ленту. Приклею. Потом у Арсения послезавтра утренник. В общем, помните, я про брючки говорила? Брючки, джинсы или что это такое? Я обрезала вот эту часть. И сейчас тоже приклею ленту. Ну, подогну. И еще, наверное, один раз подогну. Ну, как раз вот настолько они будут ему... Наверное, вот настолько. В общем, сейчас я один раз подогну, а потом, когда я за ними в сад схожу, посмотрю, короче говоря, сколько еще нужно будет подогнуть уже на месте. Может быть, и нисколько не нужно будет. Вот. А это у Феди завтра утренник. Он пойдет вот в этой рубашечке. Хотя я не вижу смысла. Родители не будут, ничего никого не будет. Ну, некомфортно будет. Дети еще мелкие. Ну, в общем, в такой рубашечке и вот в таких джинсах. Дольче Габбана. Ну, натуральные. Слышите? Натуральные реально Дольче Габбана. Это нам отдавали. Ну, отдавали. У девочки на самом деле натуральные. Вот. И талию нужно поменьше сделать. То ли я вот тут вот немножко ушью. Ну, чисто, знаете, один раз-то одеть, а потом их переоденут. Это буквально на полчаса. Или пуговицу еще одну здесь дополнительно пришью. Не знаю, девчонки. Сейчас подумаю. Так. Так, так, так. У меня же здесь жарится, парится. Ай, девчонки. А, вот, вроде бы не все. А то я уже прямо испугалась. Вот. Все, сейчас я водичку, бульончику все равно капну. Ну, как-то пушится. Ну, мне, конечно, газ горит прямо. Очень удобно. Эта ложка мне была достать. Этот окорочек. Крышка горячая. Вот так. Я повар еще, вот, от Бога. Хе-хе. Все, сейчас крышечку накрою. Ну, все. Это тоже пусть варится. Тушится. Чуть-чуть прям, ладно, совсем чуть-чуть. Вот, что у нас сейчас здесь происходит. Хе-хе-хе. Папа. И тебе надо, да? Мам, я по киску год. Мам, я по киску год. Папа кисочку? Год. Не дает? А потому что ты брызгаешь. Сейчас он, вон, Арсений немножко валиком покрасит. Потом ты, хорошо? Год. И диску год. У меня даже... Смотри, чуть-чуть скакнуло. Ну, так вот чуть-чуть. Федя, ты просто там челочек... Годеку и птичку. Гай. Давай, Квалька. Гай, птичку. Смотри. Смотри. Вот камни. Испачкался? Возьми салфетку влажную или пойди помойку. Мама. А, я и так помойку. Птичку год. Не дает кисточку? Папа. Гай. Да, иди туда, иди. Все, не надо ничего макать. Иди в уголок. Только краску не мочи больше, ладно, Петь? Эй. Вот так. Она чистая. Тихонько, немножко, совсем. Петя, давай по очереди. Давай по нервничаю. Я не буду сейчас карасить. Буду карасить, когда речь не будет. А ты не знаю, когда будет. Когда ты выходная или нет. Когда ты пойдешь гулять. Сними. Надо по очереди. На. Нет, папа. Ты только что красил, Арсений. Надо по очереди. Ты только что красил, теперь его очередь. Нет, по очереди. Здрасте. По очереди. Давай по очереди. Ну, скажи, по очереди. Почему не снимать? Молодец. Девочки, я лежу, отдыхаю, сил нет. Пять. Пять. Двадцать пять. Смотри, какой нам их сыграть. Ага. Они с длинным рукавом, потому что проветривали в спальне. Краска пахнет. Проветривала сейчас хорошо. Они чайная. Мама. Да. Помни. Ля-ля-ля. Опять помочь тебе? Я ему руку подставляю еще, да. И он... Подожди, я так не смогу. У меня телефон. Я не могу так. Ты мой, сейчас поселила зависть. Я на поселине лежу, господи. Федя, давай, давай, давай. Сынок, давай. Сейчас, дай мне на трубочку положить. Молодец. Спасибо. Все. Я с другой стороны лежу. Господи. Я не могу там залезать, я там... Ну, понятно, конечно, ты не можешь. Там подлокотника, здесь нет. Здесь мамина рука тебя не поднимет. А смотри, меня уже тут поднимем. А смотри. Этот матрас можно немножко приспустить, они скатываются. Ну, теперь я лежу здесь. А матрас сейчас спрятнет, и мы упадем. Ничего не случится. Вы только, главное, меня не раздавите. Ребята, это тебя матрас раздавит. Раздавит. Он поедет и раздавит. Мама! Вот занятие, увлечение. А кладки дверной, это так и нету над дверью. Смотри, как я еще умею. Вот так. Короб Леша здесь будет прайсить, потом покрасить, лампочки поставить и... Мама! Ай, я кладку сделаю. А я буду, а я буду наверху спать. Будешь, конечно. А я внизу. А я у Феде варежки купила. Покажи. Предыдущие, мы просто малые, резинка жала. И маловаты. Вот я купила вот такие. Арсений, белую рубашку. Вчера купила и сегодня поменяла на меньше размер. Это как белая краска, как белая рубашка. Ага. Ой, у меня телефон звонит. Девочки, нагреваю сковородку. Сейчас буду блинчики печь. Блинчики у меня с кипятком. Привет. Привет. Здравствуйте. 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 Арсений там лежит, замерз. Федя вообще в трусах. В общем, нагреваю сковородку. Девочки, сразу скажите, пожалуйста, мне, кто насоветовал эту посуду, чем мыть ее можно. Можно ли будет сейчас, я думаю, все равно что-то будет образовываться железным. Хотя у меня железного нет ничего. Вот, кстати, борщ. Борщец я даже не ела. Ты будешь хоть борщ? Я люблю блинчики. Блинчики, ладно. Масло? Масло, да. Я есть масло. Немножко наливаю масло. Первый раз. Я в блины тоже в тесто ложила. Тесто у меня на воде. А я сказала, я тоже. А лады я делаю без яйца. Поэтому не надо мне писать, что как-то так на воде, не на малышке. Да вот так. У меня аллергик один ребенок, ну, второй непонятно. Вроде бы все нормально, но вот как бы налила многовато, но не знаю. Ой, я надеюсь. Масло много наберем. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим сейчас. Ой. Все, в общем, вот такой у нас ужин, обед, непонятно что. Я борщ, мальчики, блины. Леша рядом сидит, борщ есть. В общем, приятного нам аппетита. Пока. Всем пока. До свидания. До свидания. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok